Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события за 17 февраля. Поехали! Сильный град обрушился на город Санта-Антонио-де-Глория, штат Минай-Жерайс, Бразилия. Град, который очищался в течение нескольких часов в среду днем оставил после себя сугробы града, а также повреждения на крышах домов. Среди последствий можно отметить повреждения посевов. Службы экстренной помощи находились в постоянной готовности, участвуя в представленных чрезвычайных ситуациях. На сегодня прогнозировался небольшой дождь, но никто не ожидал такого града, да и еще такой интенсивности. Размеры градин варьировались от 2 до 4 см в диаметре, в зависимости от района, где он выпал. Высота градового настила местами превышала 10 см. Из-за снегопада в Адыгее введен режим повышенной готовности В связи с неблагоприятным прогнозом на последующие несколько дней в республике введен режим повышенной готовности. Такое решение принято комиссией по предупреждению ликвидации ЧАЭС. В Адыгее местами возможны ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, автомобильные заторы и аварийные ситуации, повреждение линии электропередач по вал деревьев. Сейчас высота снежного покрова достигает максимального значения в 68 см. В республике выпало больше месячной нормы осадков, однако их уровень еще не достиг критерия опасного явления. С начала февраля в Адыгее выпало от 80 до 150 процентов месячной нормы осадков. В гидромедцентре также предупредили о лове опасности в горах выше 1000 метров, снежном накате, гололедице на дорогах. Снегопад продлится еще сутки и начнет ослабевать к 18 февраля, но при этом мороз усилится. Извержение вулкана Этне на Сицилии продолжается второй день подряд. Как отмечается, извержение сопровождается сильной взрывной активностью из юго-восточного кратера и выбросом высокого облака лавового пепла, которое распространяется к югу. Выходящий из кратера лавовый поток вызвал небольшое обрушение со стороны конуса вулкана, создав пироклассический поток, который спускается вдоль западного края долины Бовая. По информации Анса, повышение взрывной активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16.10 по местному времени. Источник подземных толчков находится ниже юго-восточного кратера на глубине от 2,5 до 3 тысяч метров, над уровнем моря. Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за плохой видимости. Столб дыма и пепла поднялся на высоту более 3 километров. Сильный зимний шторм обрушился на север Японии и прибрежные районы, сорвав крыши, затопив дома и нарушив работу транспорта. Во вторник на северный остров Хоккайдо обрушилась сильная метель, а в некоторых частях острова из-за штормовой волны были затоплены дома. Порыв ветра со скоростью 162 километров в час был зарегистрирован на мысе Рима в Хоккайдо и 135 километров в час в городе Саката префектура Ямагата. Японское метеорологическое агентство предупредило о самой холодной метели за многие годы. От рекордных морозов, охвативших в США огромную территорию от севера страны до Мексиканского залива, больше всего пострадал штат Техас. Здесь и в штатах Луизиана, Миссиси, Петенеси и Северная Каролина жертвами аномальной погоды уже стало 17 человек. Причиной гибели людей являются пожары, отравление угарным газом, переохлаждение и ДТП. Из-за погодных условий пиковой нагрузки на электросети без света в Техасе остаются более трех миллионов домов. Во многих электроснабжения отсутствует более суток. Чтобы согреться, несмотря на предупреждения властей, жители используют в помещениях генераторы, печки, угольные грили и применяют для обогрева другие экстремальные способы. В результате фиксируется большое количество отравлений угарным газом. Рекордные снегопады и резкое понижение температуры на большей части территории штата Техас, США, вызвали очень редкое погодное явление — снежный торнадо. Снежный торнадо был замечен в городе Ган Баррел в Сити в Восточном Техасе. Очевидцам удалось заснять высоко поднимающуюся колонну снега. Снежный торнадо прошел над озером Сидар Крик. К счастью, на пути вихря не было строений и об ущербе не сообщается. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зарегистрировало 386 стихийных бедствий, произошедших в Индонезии с 10 по 16 февраля. В стране преобладали стихийные бедствия в виде наводнений, торнадо, а также оползней. За этот период зарегистрировали 232 наводнения, 73 торнадо, 62 оползня, 8 приливных волн и 7 землетрясений. В результате сильного ливня, который обрушился вчера в Тангеранг Индонезия, некоторые районы были затоплены. Уровень паводка превышал отметку в 1 метр. Отмечены затоплены дома, магазины, а также предприятия. В общей сложности 20 людей были эвакуированы. Погибших в результате буйства этой стихии не отмечено. На ближайшие два дня намечаются ливневые осадки, поэтому стоит ожидать наводнения и исход оползней. В Таиланде нашли вторую оранжевую жемчужину за месяц. В начале февраля мировые издания распространили историю о бедном рыбаке, которому повезло найти на одном из тайских пляжей редчайшую оранжевую жемчужину Мелло. 37-летний Хачай тогда заявил, что эта находка полностью изменит жизнь его и его семьи. Эксперты оценили жемчужину примерно в 340 тысяч долларов. Но, похоже, Хачай придется сбавить цену, потому что на рынке сбыта жемчужин у него появился конкурент. Оранжевый джемчуг формируется хищными морскими улитками-валютами, более известными как Мелло. Они обитают вдоль прибрежных районов Индонезии, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама. Размер их раковины составляют от 15 до 30 сантиметров. Чем старше и крупнее улитка, тем крупнее и сама жемчужина. Штормовое предупреждение сохраняется в Сочи. За прошедшую ночь из-за снегопада повалены 35 деревьев, сообщает пресс-служба городской администрации. Снегопад в предгорных и горных районах курорта продолжается вторые сутки. По состоянию на 8 часов утра осадки умеренные, без критических отметок. За ночной территорией Большого Сочи по тяжести снега повалено 35 деревьев, оперативно убранный аварийными службами. Все это время городской оперативный штаб круглые сутки контролирует работы по устранению последствий непогоды. По словам местных властей, ситуация останется штатной. В проезд на перевалах автодороги А147 Джубга Сочи сохраняется с локальными затруднениями. Крупный ДТП не зафиксировано. Международный аэропорт Сочи также работает в штатном режиме. Проливные дожди и сильные грозы, накрывающие Паттайю в течение всей этой недели, вызывают внезапные наводнения на многих районах города. Продолжительные дожди и ливневые стоки, с которыми дренажная система Паттайи не успевает справляться, заливает большие области курорта. Проливной дождь обрушился на местность около двух часов, вызвав наводнения глубиной от 30 до 50 сантиметров на многих дорогах города, включая Бич Роуд. Больше всего пострадало сообщество Нонг-Яй в районе Бинг-Ламунг в Чонбуре, где глубина воды составила около одного метра. Аналогичные наводнения в Таиланде встречаются несколько раз в год, а иногда случаются очень сильные наводнения, которые затрагивают человеческие жизни. На этот раз обошлось без жертв. Сильный ливень, который обрушился на Марапон, Аргентина, стал причиной локальных наводнений. Сильный шторм, сопровождавшийся ливневыми дождями и порывистым ветром, затронул сначала столицу страны Буэнос-Айрес. По данным метеорологов, во вторник уровень упавших осадков столицы достиг рекордного для февраля показателя в 15,5 сантиметров, в результате чего жертвами стихии там стали 8 человек и не менее 350 тысяч пострадали. Еще около 300 человек были эвакуированы из своих домов. Наводнение привело к обрыву линии электропередач, а также сбоем транспортного сообщения в столице Аргентины и ее пригородах. За сутки на Земле произошло 196 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 6,2. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в семи странах, каких именно вы можете видеть на своих экранах. Ну и конечно же минутка позитива на канале, таинственная и многоликая Уллуру. Австралийский континент такой далекий и таинственный, манит к себе необычайными красотами и пейзажами, чистым воздухом. Там среди бескрайних равнин находится загадочная гора Уллуру, которая с высоты похожа на огромного спящего слона. Это крупнейший монолит на планете, в основании размером 3 на 3,5 километров, а высоту поднимается более чем на 170 метров. Главной особенностью скалы является удивительная смена цвета. Уллуру состоит из песчаника, чьи свойства обуславливают то, что в разное время она окрашена по-разному. Причудливость природы усиливает то, что под этой скалой есть подземные озера, лишь в некоторых местах выходящие на поверхность небольшими водоемами внутрь пещер. Поэтому более четырехсот тысяч туристов ежегодно посещают это загадочное место. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо вам за внимание и до завтра!